Служение Дерека Принца Сироты, вдовы, бедные и угнетенные. Часть третья. Тогда праведники скажут ему в ответ, Господи, когда мы видели Тебя аучищем и накормили, или жаждущим напоили, когда мы видели Тебя странником и приняли, или ноги мы одели, когда мы видели Тебя больным или в темнице и пришли к Тебе, и Царь скажет им в ответ, истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне. Получается, то, что мы делаем по отношению к евреям, считается, будто мы сделали это Иисусу. Тогда скажут и тем, которые по левую сторону, идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованы дьяволу и ангелам его. Обратите внимание, что вечный огонь был уготован не людям. У дьявола и его ангелов нет других вариантов. Им придется пойти. А люди пойдут туда, только если откажутся принять Божью милость. Далее Иисус говорит, ибо алкал я, и вы не отдали мне есть жажду, и вы не напоили меня. Был странником и не приняли меня. Был наг и не одели меня. Болены в темнице и не посетили меня. Тогда и они скажут ему в ответ, «Господи, когда мы видели Тебя алчущим или жаждущим, или странником, или нагием, или больным, или в темнице, и не послужили Тебе». Тогда скажут им в ответ, «Истинно говорю вам, так как вы не сделали этого одному из всех меньших, то не сделали мне. И пойдут и в муку вечную, а праведники в жизнь вечную. Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его». Не могу представить более страшных слов, сказанных кому-либо. «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный». Вы спросите, что же они сделали? Ничего. Вам нужно ничего не делать. Иисусу нужны деревья, приносящие хороший плод. Всякое дерево, не приносящее плод или приносящее плохой плод, будет срублено и брошено в огонь. Видите, что от Иова до Иисуса праведность от Бога по вере всегда была практичной. Она не сентиментальна, не религиозна, а приземленная. Она покрывает нужды нуждающихся, помогает беспомощным, забота о вдовах и сиротах. Это Божие послание от Иова до самого конца. Оно не изменилось. Бог не передумал. Изменилось то, как мы достигаем этой праведности, но сама праведность не поменялась. Мы посмотрим послание Иакова 1 главу, 27 стих. Хочу сказать, что спасение — это не религия. Спасение — это то, что Бог сделал для нас, а религия или благочестие... ...это то, чего Бог требует от нас. Чистое, непорочное благочестие пред Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира. Вот видите, все так же, как в книге Иова. Ничего не изменилось. Заботиться о вдовах и сиротах и хранить себя неоскверненными от мира. Как хороший пятидесятник... Хм, я был пятидесятником дольше, чем вы живете на этом свете. Я слышал много проповедей о том, как хранить себя неоскверненными от мира. Верно, это важная тема. Но я не слышал ни одной проповеди о заботе о вдовах. Ни одной, кроме тех, которые проповедовал сам. Существует огромная пропасть между нашим пониманием праведности и тем, что говорит Библия. А Библия говорит все легко и просто. Запутаться невозможно. Там нет места к каким-то сложным объяснениям. Нужно еще раз прочесть Иаков 4.17. Иаков был типичным евреем. Он был очень приземлен. Его не впечатляла сложная религия. В этом месте, в 4 главе, 17 стихе, он сказал «Итак, кто разумеет делать добро и не делает тому грех». Вы понимаете, что мы можем быть осуждены не за то, что делаем что-то неправильное, но и за то, что не делаем добро. Кто разумеет делать добро и не делает тому грех. Я сегодня возложил на вас огромную ответственность, потому что вы выйдете отсюда, зная, что такое добро. А затем вам нужно решить, будете ли вы его делать. Вы больше не можете ссылаться на незнание. И я хочу показать вам несколько обещаний за заботу о бедных. Это притча, 19 глава, 17 стих. Тут сказано «Благодворящий бедному дает взаймы Господу». Именно он, Господь, воздаст ему за благодеяние его. Когда вы финансово поддерживаете бедного, то даете взаймы Богу. А Бог всегда возвращает то, что брал в долг. Я могу сказать, что Бог дал мне процветание, отчасти по этой причине. Не это было моей мотивацией, но, оглядываясь на свою жизнь, я должен заметить, что Бог воздал мне за то, что я сделал. Он даже, я бы сказал, переплатил. Я не проповедую о том, что процветание — это главная цель Бога. Это не так. Слово «процветание» неверно понято в современной Америке. Оно означает «не иметь избыток», а «быть успешным». Павел молился за преуспевание на пути в Рим. Он получил то, за что молился, но он не путешествовал первым классом. Он путешествовал как узник в цепях и пережил сорокодневный пост в море. Но это было преуспевающее путешествие, потому что оно исполнило волю Бога. Далее, притча 31 глава, 20 стих. Это описание превосходной жены, благочестивой женщины. И я благодарю Бога, потому что был женат на двух таких. Ну, не одновременно, конечно. Я знаю, что такие женщины бывают. И вот вам 20 стих. Длань свою она открывает бедному, и руку свою подает нуждающемуся. То есть она заботится о бедных и нуждающихся, и делает это не только из вежливости или чувства долга. Давайте также прочитаем предостережение. Притча 21 глава, 13 стих. «Кто затыкает ухо свое от вопля бедного, то ты сам будет вопить, и не будет услышан». Теперь понятно, почему некоторые из наших молитв не получают ответа. Мы не слышим вопль бедного и не реагируем на него. Бог говорит, «Если вы не будете слышать этот вопль, то я не буду слышать ваш». Наш Бог довольно ревностный. Это слово хорошо описывает его. Он ревностный. Он чего-то хочет, его желание не меняется. Далее посмотрим 28 главу, 27 стих. «Дающий нищему не обеднеет». А кто закрывает глаза свои от него, на том много проклятий. «Дающий нищему не обеднеет». Я верю в соцзащиту и благодарю Бога за нее, но я надеюсь не на правительство США. потому что оно может обанкротиться за одну ночь, и тогда моя соцзащита превратится в обычную бумажку. Но зато я верю в божественную соцзащиту. Я верю, что если я буду давать бедному, то не буду нуждаться. Я не полагаюсь ни на американское, ни на британское правительство. Я полагаюсь на божественное правительство. Это та соцзащита, на которую я полагаюсь всю свою жизнь. «Дающий бедному не будет нуждаться». Мне кажется, что Америку ждет время, когда пузырь лопнет, и процветание, от которого все в таком восторге, внезапно закончится. «Я рад, что мое упование не в этом. Я уповаю на то, что я даю бедному. Забочусь о вдовах и сиротах, и верю, что Бог позаботится обо мне». Я не хвастаюсь, а просто рассказываю. А сейчас я хочу рассказать еще что-то о конечной цели Бога. «Наберитесь терпения, мы приближаемся к концу». Книга Исаии, 42 глава, 4 стих. «Речь идет о Господе Иисусе. Не ослабеет и не изнеможет. Доколе на земле не утвердит суда или справедливости». Получается, что Бога очень сильно волнует справедливость. Несправедливость неприемлема для Него. Его конечная цель — установить справедливость по всей земле. Будучи хорошим пятидесятником, я всегда немного боялся религии дел. Один мой брат отказался служить, потому что одна миссия собирала деньги для бед. Он не хотел, чтобы его отождествляли с ними. Я понимаю его чувства, но это не соответствует Писанию. Религия дел беспокоится о справедливости, и заботится о бедных. Мне легче понять мирских людей, которые заботятся о бедных, чем верующих, которые ничего не делают. Думаю, я достаточно сказал. У меня остался еще один пункт. Даже не думал, что успею разобрать весь материал. А вы держитесь, конец уже близко. Книга Аммоса. Эта книга рассказывает о страстном желании Бога установить справедливость. Это тема всей книги от начала до конца. Шестая глава с третьего по шестой стих. Вы, которые день бедствия считаете далеким и приближаете торжество насилия. Это не о нас с вами. Вы, которые лежите на ложах из слоновой кости и нежитесь на постелях ваших, едите лучших овнов из стада и тельцов стучного пастбища, поете под звуки гуслей, думая, что владеете музыкальным орудием, как Давид, пьете из чаш вино, мажетесь наилучшими мастями и не болезнуете о бедстве Иосифа. Бог не против изобилия. Он хочет давать нам изобилие. Но если мы удовлетворены своим изобилием и хотим только жить хорошо и в свое удовольствие, и нас не беспокоят бедные и те, кто находятся в нужде, тогда Бог говорит «Горе вам». Вы можете спросить. «Брат-принц, а что вы сделали по этому поводу?» Хороший вопрос. Я хочу кратко рассказать, что же сделал я. Я не хвастаюсь и не пытаюсь что-то доказать, но я заботился о сиротах, о бедных и о вдовах. Когда я женился на первой жене Лидии, у нее был свой детский дом на территории Палестины. Там было восемь девочек, шесть евреек, одна арабка и одна англичанка. Когда я женился на ней, у меня появилось восемь дочерей. Они все еще остаются моими дочерьми, хотя это было очень давно. Но когда я женился во второй раз, моей женой стала Руфь. Она была еврейкой. Ее первый муж оставил ее. В нашей семье появилось еще трое детей. Две девочки и один мальчик. Я стал для них отцом. Теперь я отец двенадцати детей. Одиннадцати девочек и одного мальчика. Я забыл сказать, что мы с Лидией усыновили африканскую девочку, когда были в Кении. Поэтому так нужно подумать. Итак, у меня есть один еврейский мальчик, одна черная девочка, одна арабка из Палестины, одна англичанка, и все остальные — это евреи. Все это началось в конце Второй мировой войны. И сегодня мы все еще остаемся одной семьей. Я глава семьи, в которой более ста пятидесяти человек. При этом я был единственным ребенком в семье. Ни братьев, ни сестер. Наш Бог чудесен, не так ли? Мы — дружная семья. Представители нашей семьи живут в Израиле, в Великобритании, Канаде, США и Австралии. Но все мы — одна большая семья. В то время, когда другие семьи рушатся, наша семья держится вместе, потому что она была основана на Иисусе. Первый ребенок, появившийся в нашей семье, это маленькая, умирающая еврейская малышка. Это было в далеком двадцать восьмом году. Из этой девочки, из этого акта милосердия появилась семья, в которой сейчас больше ста пятидесяти человек. Не подумайте, что я хвастаюсь. Я лишь хочу сказать, что это работает. И в завершении я хочу призывать вас, чтобы вы спросили себя, какую праведность по вере практикую я. Это лишь религиозная праведность, которую практиковали люди в одни Исаии, проводя много времени в храме и на служении, но игнорируя при этом сирот и вдов. Или практичная праведность. Или же это праведность, которая заботится о людях. Задумайтесь над этим вопросом на мгновение. Я пытаюсь правильно его сформулировать. После всего услышанного, «Можете ли вы сказать, да, должен признать, что я не практиковал праведность, которая описана в Библии. Очень часто я был эгоистичным и эгоцентричным. Я думал о себе и только о себе». Могу вам точно сказать, как быть всегда разочарованным. Нужно быть эгоистом. Вы не можете быть эгоистом и при этом не быть разочарованным, потому что в вас самом нет ничего, что дало бы вам удовлетворение. Поэтому я хочу, чтобы вы все это обдумали и решили, нужно ли вам что-то менять. Я с вами честен. И все это потому, что я вас люблю. Вы очень добры ко мне. Вы реагируете на мое служение. У меня нет к вам претензий. Я мог бы уйти отсюда со словами «Благословляю вас» и «Слава Богу!» Но я не хочу этого делать. Я верю, что Бог прислал меня сюда, чтобы бросить вызов некоторым из вас. Вы — пятидесятники, харизматы, вы молитесь на языках, поете лучшие песни, читаете лучшие книги, смотрите разные видео. Но как вы поступаете с людьми, которые нуждаются в вас? С людьми, которые вас окружают? С бедными, бездомными, с сиротами и беспризорными детьми. Что вы делаете? Делаете ли вы хоть что-то? Я считаю, если церковь в Америке изменится и будет действовать, как должно христианам, будет заботиться, помогать и любить, не ждать, пока нуждающиеся сами к ним придут. Большинство нецерковных людей понятия не имеют, что происходит внутри церкви. Для них это просто здание, в котором каждое воскресенье собираются странные люди. Вам нужно выходить в мир и проявлять любовь и заботу к нуждающимся людям. Тогда они захотят узнать, что вами руководит и почему вы себя так ведете. Я верю, что это произведет великое Божие движение в этой стране. Во-первых, если мы выйдем к людям, они захотят узнать, что заставило нас это сделать. Во-вторых, если харизматы, да и не харизматы, объединятся для того, чтобы помогать людям, которые находятся в нужде, то будет уже не так важно, как они верят о последнем времени. Они будут более заинтересованы в практичных и фундаментальных вещах. Я верю, что в Америке и в Британии может начаться Божие движение, если мы будем действовать как настоящие христиане. Надеюсь, я вас не обидел, но именно о таком христианстве и о такой вере я читаю в Новом Завете. Это вера, которая заботится, любит и что-то делает. Я вспоминаю своего маленького внука, который стоял на краю бассейна и говорил нам, «Сделайте хоть что-нибудь». О, как часто. Стоя перед церковью, я хочу сказать, «Сделайте хоть что-нибудь». Это замечательная церковь. И многие из вас делают прекрасные вещи, но многие ничего не делают вовсе. Я хочу дать вам возможность принять одно простое решение. «Я буду что-то делать. Пусть моя вера проявится в делах. Я буду заботиться о нуждающихся и бездомных, проявлять любовь к обездоленным, поддерживать их. Я даже готов предоставить им место в моем доме, чтобы они спали в хорошей и чистой постели. «Вот это жертва!» Иисус тоже пошел на жертву. Он оставил небеса и пришел на землю. Он вел очень смиренную жизнь, служил людям и, как вы знаете, пошел на крест. Я часто говорю американцам, что в американской церкви есть два идола — комфорт и удобство. они диктуют нам, что делать. «Если мне это подходит, если мне удобно, если мне это нравится, то я буду это делать». Я хочу предложить вам послание Иоанна Крестителя. Вам нужно покаяться, нужно изменить свое отношение и свое мышление. Вам нужно измениться. Я хочу дать вам возможность принять это решение. Не делайте этого, если не относитесь к этому серьезно. Некоторым из вас не нужно принимать это решение. Я хорошо это понимаю. Некоторые из вас очень далеко, но я вас вижу, и Бог тоже. Он смотрит на ваше сердце. Он знает, что происходит, знает все ваши трудности и проблемы. Я хочу предложить вам принять решение. покаяние — это решение, а не эмоция. И это решение стать настоящим христианином. Я буду делать то, что говорит Библия, буду заботиться о вдовах и сиротах, буду кормить голодных, буду принимать бездомных у себя дома. именно об этом учил Иисус и Иоанн Креститель. Бог не передумал и не изменился. Если после раздумий вы решили принять это решение, стать настоящим, посвященным христианином, практикующим новозаветную праведность, заботящимся, нуждающимся и достигающим тех, кто страдает, тогда вы должны попросить Бога дать вам твердость в этом намерении. Я по своей природе не эмоциональный человек, но Бог работает со мной. Я едва сдерживаю слезы, когда говорю о каких-то вещах. Я очень сильно сочувствую матерям-одиночкам. Я чемпион в оказании им помощи. Я только недавно понял, что дважды женился на матери-одиночке. У первой было восемь, а у второй — трое детей. Я никогда об этом не жалел. Моя жизнь была полной и насыщенной. Это было непросто, но оно того стоит. Я бы ни на что это не променял. Мне жаль людей, которые ведут безмятежную жизнь без каких-либо трудностей и жертв. Мне их жаль. Вы не знаете, что теряете. Итак, если вы сегодня чувствуете, что Бог обращается к вам, возможно, вы даже не планировали приходить сюда сегодня, но вас зацепили мои слова, и вы осознали, что христианство — это не просто просиживать в церкви и петь песни, а заботиться о людях, достигать потерянных и погибающих. Я говорил, что девиз нашего служения — достигать недостигнутых, учить необученных. А еще мы добавили — прикасаться к нетронутым. мы поняли, что недостаточно просто дать человеку книгу или Библию. Нужно проявить любовь, обнять. Характер нашего служения сильно изменился, когда мы стали финансово поддерживать людей в Албании. Мы получаем пожертвования со всего мира. И самое большое пожертвование мы получили, когда проповедовали о том, что нужно хоть что-то делать. Я знаю, что говорил это много раз, но хочу сказать еще раз. Делайте хоть что-нибудь. Если вы хотите что-то делать, если вы хотите посвятить себя этому, то я хочу, чтобы вы сделали это перед Богом и перед всеми окружающими людьми, потому что во Христе мы одна семья, и здесь мы принимаем важнейшие решения. Встаньте со своего места. вы были очень добры ко мне, и я хочу поблагодарить вас. Мне было с вами хорошо. Но лучшее, что я могу для вас сделать, это показать вам истину. Если вы желаете получить информацию о дальнейших учениях и ресурсах, доступных в нашем служении в Великобритании, свяжитесь с нами и закажите новый гид по ресурсам нашего служения. Позвоните нам или посетите наш сайт www.dpmuk.org Также вы можете написать нам по адресу, который вы видите на экране. Мы вам рады. Субтитры создавал DimaTorzok